Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня мы продолжаем наши беседы на библейском портале экзегет по книге Иисуса Новина. И сегодня мы читаем восьмую главу этой книги. Здесь говорится о том, как израильтяне завоевывают Гай, и о жертвоприношении на горе Гевал, и о том, как Иисус Навин читает народу закон Моисеев. Господь сказал Иисусу, не бойся и не ужасайся, возьми с собою весь народ, способный к войне, и встав, пойди Гаю. Вот я предаю в руки Твои царя Гайского и народ Его, город Его и землю Его. Итак, Господь говорит, не бойся, для этого надо иметь твердость, и не ужасайся. Для того, чтобы это преодолеть, надо иметь мужество. И об этих качествах, что их имел Иисус Навин, мы читали ранее. Итак, Господь говорит о Гае. «Вот я предаю в руки Твои царя Гайского и народ Его, город Его и землю Его. Сделай с Гаем и царем Его тоже, что сделал Ты с Ерихоном и царем Его. Только добычу Его и скот Его разделите себе, сделайте засаду позади города». Здесь мы видим, что судьба Гая должна быть такой же, как и судьба Ирихона. Отличие заключается в том, что скот Его разделите себе. И Господь дает совет применить военную хитрость. «Сделай засаду позади города». Это прецедент. Значит, можно проявлять военную хитрость. Почему здесь разрешаются животные? Есть объяснение, что в городе Ирихоне было страшное распутство, включая скотоложство. А в Гае все это было, но не было скотоложства. Оно было запрещено тамошним царем. Поэтому животные не были осквернены. Иисус и весь народ, способный к войне, встал, чтобы идти к Гаю. И выбрал Иисус 30 тысяч человек храбрых и послал их ночью. И дал им приказание и сказал, смотрите, вы будете составлять засаду у города, позади города. Не отойдете далеко от города и будете все готовы. То есть это тот маневр, который Господь предложил им совершить. «А я и весь народ, который со мною, пойдем в город, и когда жители Гая, подойдем к городу, подойдем к городу, и когда жители Гая выступят против нас, как и прежде, то мы побежим от них. Они пойдут за нами, так что мы отвлечем их от города, ибо они, скажут, бегут от нас, как и прежде». Это когда было преступление Ахана, то побежали израильтяне от жителей Гая. «Когда мы побежим от них, тогда вы встаньте из засады и завладейте городом, и Господь, Бог ваш, передаст его в руки ваши». То есть Иисус на вин рассуждает, что если они побегут, то все выбегут из города и побегут за ними. И тогда осадный полк войдет в город и завладеет им. «Когда возьмете город, зажгите город огнем, по слову Господню сделайте, смотрите, я повелеваю вам». А почему надо было зажечь огнем? Чтобы те, которые преследовали евреев, как бы убегающих, они бы увидели, что город позади захвачен. Это для них смущение. «Таким образом послал их Иисус, и они пошли в засаду и засели между Вифилем и между Гаем, с западной стороны Гая. А Иисус в ту ночь ночевал среди народа». Почему он ночует среди народа? Вождь должен разделять трудности своей армии, он должен показывать свою доступность, потому что они уже терпели поражение от жителей Гая, и здесь надо было показать, что их правитель с ними, потому что он с полным доверием относится к ним. «Встав рано поутру, Иисус осмотрел народ, и пошел он и старейшина Израилевая впереди народа Гаю». То есть движение начинается Гаю, Иисус идет, старейшины идут. «И весь народ, способный к войне, которые были с ним, пошел, приблизился и подошел к городу с восточной стороны. Засада же была к западу от города, то есть с противоположной стороны. И поставил стан с северной стороны Гая, а между ним и Гаем была долина. Потом взял он около пяти тысяч человек и посадил их в засаде между Вефилем и Гаем, с западной стороны города. И народ расположил весь стан, который был с северной стороны города, так что задняя часть была с западной стороны города. И пришел Иисус в ту ночь на средину долины». Когда увидел этот царь Гайский, тотчас с жителями... Ну что значит «увидев это»? Не это все он засадные полки не видел. Он видел только вот эту лобовую атаку. «Когда увидел этот царь Гайский, тотчас с жителями города, встав рано, выступил против Израиля на сражение, он и весь народ его, на назначенное место пред равниною. А он не знал, что для него есть засада позади города его. Иисус и весь народ, будто пораженные ими, побежали к пустыне». То есть как будто убегают, как и в первом случае. «А они кинулись в весь народ, который был в городе, то есть и город бросили в войны, чтобы преследовать их, и, преследуя Иисуса, отдалились от города. В Гаи и Вифилии не осталось ни одного человека, который не погнался бы за Израилем». Почему все проявляют такую прыткость? Трофеи войны имели право себе забирать с убитых. «И город свой они оставили, отворенным, преследуя Израиля». Какой, может быть, аллегорический смысл? Давайте посмотрим. Ориген в своих камилиях на книгу Иисуса Навина пишет «При рассмотрении места, где Иисус убегает от лица войска Гая, мне приходит на ум нечто иное. Как ты думаешь, что хотел показать Иисус этим бегством? Давайте посмотрим, что не случайно то, что мы побеждаем бегством, и что в бегстве есть некая совершенная сила. Нас учит апостол Павел, говоря, «бегайте блуда». 1 Коринфянам 6, 18. «Ты видишь, что есть некий дух блуда, которого должно избегать мы, которые хотим чисто, благочестиво и непорочно пребывать во Христе». Итак, это бегство имеет спасение. Это бегство присуще благочестию. Это бегство приносит блаженство. И следует избегать не только духа блуда, но, подобно тому, как сказано «бегайте блуда», послушаем, что нам также говорится. «Бегайте гнева, бегайте любостяжания, бегайте ненависти и зависти, бегайте злословия и хулы. Однако я не знаю, избегает ли кто этого, не знаю, минует ли кто». Таково было войско Гайя, которого учил избегать своих воинов Иисус, и, быть может, о его жителях заповедует своим ученикам, говоря, «А если будут гнать вас в одном городе, бегите в другой». Это то, что заповедовал Христос. Евангелие от Матфея, 10.23. «Ибо Он, Христос, хочет, чтобы мы бежали от врагов такого рода, хочет, чтобы мы были далеки от зол такого рода. И если мы сможем спасаться бегством от соприкосновения с этим злом, тогда, видя наше моление и замысел нашего святого разума, те силы, о которых, видимо, говорит апостол Павел, не все ли они суть служебной духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение, и которые, видимо, суть святые ангелы, увидев, что мы терпим нападки демонов, выступают против преследующих нас и, поражая с тыла, всех их убивают». Ведь Иисус, имеется в виду здесь Христос, скорее пребывает с гонимыми, нежели с гонителями. И это справедливо, потому что Иисусу Христу приятно быть с теми, кто бежит в блуда, кто бежит в гордыне, кто бежит в лукавство и лжи. Конец цитаты. И далее мы читаем. «Тогда Господь сказал Иисусу, простри копье, которое в руке твоей». Вот сейчас произойдет чудо, которое невозможно объяснить ни с какой научной точки зрения. «Тогда Господь сказал Иисусу, простри копье, которое в руке твоей, Гаю, ибо я предам его в руки твои, и засада тот час встанет с места своего». Теперь нападение на этих людей будет и со стороны города, Гая, и со стороны еврейского стана, которые все развернулись и пошли в атаку. «Иисус простер руку свою и копье, которое было в его руке к городу». Он простирает копье к городу. «Сидевшие в засаде тот час встали с места своего и побежали, как скоро он простер руку свою, вошли в город, взяли его этот час, зажгли город огнем». Мы видим, что в этой голове несколько раз повторяется одно событие, но уточняются обстоятельства и подробности. «Жители Гая, оглянувшись назад, увидели, что дым от города восходит к небу. И не было для них места, куда бы бежать, ни туда, ни сюда, ибо народ, бежавший к пустыне, обратился на преследователей». То есть гонимые стали гонителями. И Иисус и весь Израиль, увидев, что сидевшие в засаде взяли город и дым от города восходит к небу, возвратились и стали поражать жителей Гая. А те из города вышли навстречу им, так что они находились в средине между израильтянами, то есть жители Гая и Вифиля. «Из которых одни были с той стороны, а другие с другой, так поражали их, что не оставили ни одного из них, а уцелевшего или убежавшего от царя Гайского, взяли живого и привели его к Иисусу». То есть происходит явное чудо, то есть победа верующих над неверующими. «Когда израильтяне перебили всех жителей Гая на поле, в пустыне, куда они преследовали их, и когда все они до последнего были от острия меча, пали от острия меча, тогда все израильтяне обратились к Гаю и поразили его острием меча. Падших в тот день мужей и жен всех жителей Гая было двенадцать тысяч». «Иисус не опускал руки своей, который простер с копьем, доколе не предал заклятию всех жителей Гая». То есть поднятое копье обеспечивало победу, как поднятые руки Моисея на Амалика тоже обеспечивали победу. «Только скот и добычу города сего сына Израилева разделили между собою по слову Господа, которое Господь сказал Иисусу. И сожег Иисус Гай и обратил его в вечные развалины, в пустыню до сего дня. «А царя Агайского повесили на дереве, и был он на дереве до вечера, по захождению же солнца приказал Иисус, и сняли труп его с дерева, и бросили его у ворот городских, и набросали над ним большую груду камней, которая уцелела даже до сего дня». Мы уже знаем, что набросать груду камней при погребении можно было на врага. «Тогда Иисус устроил жертвение Господу Богу Израилеву на горе Гевал». Гора Гевал – это гора, на которой читались заповеди Моисея. Две горы – Горизим и Гевал. Горизим – это гора благословения, а Гевал – это гора проклятия. И в законе Моисеевом есть, во второзаконе, вот эти тексты «проклят такой, проклят такой, проклят такой». «Как заповедовал Моисей раб Господень», то есть они это делают по закону Божию, «сынам Израилевым, о чем написано в книге закона Моисеева, «жертвенник из камней цельных, на которых не поднимали железо и принесли на нем все сожжения Господу и совершили жертвы мирные». Мы видим, как Господь и Моисей говорил Иисусу, что он должен строго соблюдать закон, он действительно это и делает. И написал Иисус там на камнях список закона Моисеева, который он написал пред сынами Израилевыми. Ну, закон Моисеев объемный, скорее всего, речь идет о некоторых заповедях. Весь Израиль, старейшины его, и надзиратели его, и судьи его стали с той и другой стороны ковчега против священников и левитов, носящих ковчег Завета Господня, как пришельцы, так и природные жители. Одна половина их у горы Герезим, это гора благословения, а другая половина у горы Геваль. Как прежде повелел Моисей, раб Господень, благословляя народ Израилев. И вот те, которые на горе Герезим, по закону Моисееву, они там произносили благословение, а те, которые на горе Геваль, они произносили проклятие, и тексты излагаются в книге второзакония. И потом прочитал Иисус все слова закона благословения и проклятия, то есть тот фрагмент, который берется только из книги второзакония. Как написано в книге закона. Из всего, что Моисей заповедовал Иисусу, не было ни одного слова, которого Иисус не прочитал бы перед всем собранием Израиля пред мужами и женщинами, и детьми, и пришельцами, находившимися среди них. То есть с гор произносили фрагменты из второзакония, а потом приступили к чтению. Это уже длительное чтение, которое могло длиться несколько дней, но они прочитали закон. Здесь уже не фрагментом из книги второзакония, а целиком. Горизим впоследствии становится горою, центром движения самарян. Самаряне — это сектанты времен Ветхого Завета, которые имели свое самарянское пятикнижие, свое священство самарянское. Это будет их центр. Итак, сегодня мы с вами прочитали восьмую главу книги Иисуса Новина. Если мы будем живы, Господь позволит. В следующий раз мы будем читать девятую главу книги Иисуса Новина. Берегите себя, подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах на нашем библейском сайте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!